так я расскажу про личные опыты наблюдения которые могут отличаться от твоих когда-то решил кататься на велосипеде с фиксированной передачей встает выбор на каких педалях это делать много всего на выбор стрепы туклипсы контактные педали вроде все об одном и том же но по-разному для других типов велосипеда тоже может быть актуально но на фиксе критично актуально я ездил на всех вариантах среди них сразу скажу нет лучшего каждый имеет место быть в зависимости от цели и задач каждый имеет свои выгоды и недостатки расскажу о всех вариантах по очереди в порядке увеличения цены и эволюции моих персональных велосипедных предпочтений все педали у меня так получилось что велка поэтому велга поддержите канал если ты современный человек без предрассудков то любые из педали можно сочетать с передним тормозом именно передним задние это твои ноги или нельзя сочетать если fixit gear для себя возможен только без тормозов лагерь выбирай сам если катать с передним и задним тормозом то тогда не понимаю зачем тебе fix поставь трещотку топталки будь простым сингл спидом и видео тебе это не особо нужно единственный неправильный крышный вариант для фиксированной передач это не закрепленная в педаль нога то есть отсутствие возможности тянуть педаль наверх иметь зацеп с педалью это значит иметь возможность оттормаживаться вы прийти распространенному мнению что фиксеры тормозят лишь силой мысли и молитвой таковой зацеп дает возможность красиво скидить а также комфорт уют и безопасность во время езды если серьезно то суть фикса быть с велосипедом одним целым к такому ощущению что ты будто врос велосипед привыкаешь за пару недель а пара первых застенчивых падений в бок на светофоре это посвящение this will avoid any embarrassing moments when you finally come to a stop miss the pain back начинаем ты купил свою первую фику за 10 тысяч рублей в трилл спорте или с рук скорее всего на нем стоит что-то такое самый простой вариант это пойти на алиэкспресс подождать месяц и за 200 рублей тебе придут какие-то стрепы и можно типа катать есть шанс что они будут тонкими жидкими и слабо держать ногу поэтому рекомендую разориться где-то на 1000 рублей и купить нормальный плотный от российских ребят типа триллер пеппо и стрепа тенора они проживут дольше и катать будет приятнее ладно пеппо вроде украинская не знаю точно стрепы в первую очередь незаменимы для фгпс фгс фгфс fixed gear freestyle потому что такие можно элегантно сочетать с любимыми венцами тормозить их вафельной стопой в заднее колесо собирая восторженные взгляды женщин стрепы не портят обувь дешево но максимально заебанным на диване особенно если только начал катать я за два с лишним года так и не научился надевать их не поправляя затем рукой они идеальны с пластиковыми или нейлоновыми платформами чтобы не сильно отбивать себе голем во время трюков тема пошла от bmx вот она стрепа представляет собой кусок ткани подходит в целом на любую педаль вставляется в дырки сбоку туклипсы имеют пожалуй самый аутентичный вид с ними обычно используются специально формы педали и это именно то что было в шоссе на велоспорте до изобретения контактных педалей тукли это однозначно самый тяжелый тип они слабее держат ногу однако в них проще встегиваться чем стрепы я персонально признаю только те которые крепятся на двойной кожаный ремешок не понимаю как люди ездят на этом ногу нихрена не держат нейлоновая стропа быстро протирается ощущение у меня ломались на гонке обращаю внимание что туклипсы набывают разных размеров на мой 44 нужна элка туклипсы убивают обувь решение может быть такой вариант с кожаной защитой ну или такое пластиковое убожество кстати из того что лежит на столе ржавеют туклипсы батареей всего контактные педали или на английском клип лес главным образом делится на шоссейные и мтбшные у меня шоссейных нет хотя и катал на них тоже представьте что не в правом углу это мтбшные контакты они двухсторонние не нужны вела туфли с шипами которые крепятся на два болта работают так встегиваются сверху выстегивается в сторону от велосипеда имеют пружину регулировки силы встегивания у меня максимально затянут я назову контакты самым продвинутым и моим любимым вариантом самым удобным именно для катания ходить вела туфлях не очень удобно они не гнутся и цокают при ходьбе стандарт мтп педали бывает разные самые распространенные эти шамановские спд есть еще крэнк бразерс они четырехсторонние но не регулируются по силе из них легче выстегнуться ибо держит слабее поэтому они не распространены на фикс сами таки не пробовал бывают такие же с платформой чтобы можно было ездить и в контактах и в тапочках по настроению есть еще самый странный тип педали называется тайм атак который я в живую не видел по отзывам держит они слабее поэтому вариант сомнительный к виду контактных туфлей надо привыкнуть хотя есть модели которые выглядят как городские кеды но ты же велосипедист промежуточная форма материи между человеком и чистой энергии не стесняйся своей сущности стандартные шипов и педали не взаимозаменяемы однако есть туфли на которые можно крутить и шоссейный и мтб шип шоссейный шип крепится тремя болтами педали чаще всего односторонние основные варианты это шамановские спд сл спидплей и лук разницу между ними принципиально я не знаю в любой деревне знает что все шоссе кефисодрочера поэтому их туфли с педальными самые легкие жесткие аэродинамичные лучше всего они себя проявляют в длинных или спортивных поездках где важно чтобы каждый ватт мощности педалирования шел в работу большая площадь шипа лучше всего передает энергию нога меньше устает шипы практически или совсем не имеют люфта в отличие от мтб не свободный ход присутствует этот люфт в шоссе подбирается шипом обычно есть три степени жесткости типа красный желтый синий черный по-разному у шоссейных туфлей нет протектора поэтому у них совсем не удобно ходить максимум зайти в пятерочку за балтикой нулевкой на треке особо мощные ребята вообще сочетают шоссейные контакты со стрепами ибо выстегнуться в движении на их мощи и скорости максимально травмоопасно в конце выложу исходную таблицу где субъективно решают какие педали для чего лучше подойдут